Девушки отдыхают 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 Одни и те же вопросы, в конце концов! А вы не нервничайте. Вы меня подозреваете? Вас никто не подозревает. Какие у вас были отношения с женой? Можете описать? Мне все было гладко. Ее тяготила семейная жизнь. Я это видел. Но не убивать же ее из-за этого. Когда она исчезла, я подумал, что она бросила все и сбежала. Просто бросила? Мужа, дочь, дом? А что тут такого? Решила все начать с чистого листа. Я не знаю, не знаю, не знаю. Я ее не убивал. Паша, тебя шеф вызывает. Послушайте. Никто вас не обвиняет в убийстве. Нам просто нужно восстановить все факты, чтобы найти убийцу. Так значит, вы говорите, что лично вы не видели, как ваша жена выходила на пробежку. Какая ниточка? Какая ниточка? Нет, не видел. о тех нарушениях, которые она совершает. Даже если дорогу на красный свет перейдёт, должен мне доложить. Чувствую, что намаемся мы с этой бабой. Ладно, давай по коням. И вы не можете сказать, были у неё любовники или нет? Она мне про это не рассказывала. Но если бы я узнал, я бы выгнал её и всё. Не убивать же её из-за этого. Ладно, на этом всё. Можете идти, если что-нибудь вспомните. Непременно сообщу. Какой-то он слишком нервный. Ну и что бы, мы его почти три часа допрашивали. Проголодался? Да не, я не про то, я... Я проголодалась. Наведаемся в ресторан Эндер. Алина, сядь уже. Нет. Может, тебе воды принести или чаю? Не хочу ничего. Алина, я тебя очень... Я знаю. Не надо, пожалуйста. Как вы? Зачем ты сказал мне, что она нас бросила? Ты же знаешь, я сказал тебе тоже, что и в полиции. Она могла сбежать с любовником. Я не знала, что думать. Поэтому надо было маму оболгать. Теперь что ты думаешь? Я думаю, что ты о ней ничего не знала. Я ей всегда было плевать и на тебя, и на меня. Хочешь поговорить со свидетелями о Альбе Калашникова? Да. Таня, подожди. А можно? Ну, можно мне их опросить? Ну, то есть, в твоем присутствии, но по-своему. Без давления, без нервов. Ну, давай. Спасибо. Не сказали, что вы хотите... Да, конечно, присаживайся. Пять лет назад у вашего шефа пропала жена. И в тот день у вас здесь была какая-то заварушка. Помнишь? Да, да, конечно. Расскажешь? Послушай, это не допрос. Это просто беседа. Ну, для нас это очень важно. Да что там рассказывать? Жилин опять приперся пьяный, пристал к повару, потом стал цеплять посетителей. На, сам это хавай! Хавай, я сказал! На, ешь! Успокойтесь, пожалуйста. Не буду. Слышь, я сейчас тебя успокою, а ты жри! Вы что себе позволяете? Что? Жри! Куда пошел? Хватит. Кто такой Жилин? Это заммэра? Нет, нет. Младший сын его. Вот еще от Мороза. Он тут недавно к дочери Калашниковой прицепился. Парня ее побил. Слышали? Нет. А ты что? Да ничего, патрульно его замели, потом отпустили. Очень интересно. А в тот раз, когда он здесь бузил, шеф сюда приехал? И Эд, и Костя приехали и разобрались. Эд? Это Эдуард Калашников? Ага. А вы убийцу ищете, который тех людей на ферме и жену шефа? Тут говорят, что это серийный убийца. Что он убивает и будет убивать. Надеюсь, убивать больше не будет. Так что, шеф, они приехали сюда и были здесь до утра, да? Эд точно до утра был. Орал тут на всех. Мол, клиент всегда прав, с ним спорить нельзя. Грозился всех нас уволить. Уволил? Нет, конечно, он же понимал, что мы не виноваты. Да. Да, Борис Петрович. Да, установили личности двух жертв. Слушай, что они хотели? Они про тот случай с Жилиным спрашивали пять лет назад. А что ты им сказал? Ничего, что он побузил и унялся. А что надо было в красках расписать? Они вообще маньяка ищут. Какая разница? Ну-ну. Видишь, все рассказал. Без давления, без нервов. Эдуард был здесь до утра, никуда не отлучился. Был на виду. Пожалуй, возьму у тебя пару уроков. По общению со свидетелями. Ну, что порекомендуешь? Можно? Здравствуйте, готовы? Да. Нам, пожалуйста, две порции блинчиков с медом. Чай. Какой? Облепиховый. Большой чайничек. Все? Спасибо. Мама не любила этот город. Приехала сюда после свадьбы. Откуда она? Из Сергеева посада. У нее там подруги остались. Постоянно ездила в Москву, за границу. Приезжала они с папой. Ругались. Потом мирились. Потом она опять уезжала. Тебя с собой не брала. Да я как-то с папой ближе была. Но мама всегда была готова меня защитить. Однажды она даже... Что однажды? Да неважно. Ты сегодня днем куда-то ходила? Судебный морг. Маму надо похоронить. Но пока идет следствие. Ее не отдадут. Мне придется остаться в Погорске. Ты же понимаешь? Конечно, Павел. Я позвонил на работу. Взял в отпуск. Останусь в топу. Я обязательно выясню, кто ее убил. Как? Завтра я встречаюсь с одним человеком. Действительно. Отрыв башки. В смысле, очень вкусно. Ты знаешь, я часто бываю прав. Вот только ко мне не всегда прислушиваются. Как начать добавки? Не думаю. Я на минутку. Я не хочу никому навредить. Я просто хочу, чтобы вы нашли убийцу. Найдем. Понимаете, весь город напуган. У меня мама боится на улицу выйти. Мне звонит каждые полчаса. Я вас поняла. Подождите. Я не знаю, может быть, это и не важно, но вдруг ведь любая информация может пригодиться. В тот день, про который вы спрашивали... Пять лет назад? Да. Здесь был не просто скандал. Здесь драка была. Наши присоединились. Посетители тоже. Полицейских вызвали. А потом... А потом начальство дало взятку, чтобы они дело замяли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Еще добавки? Пять лет назад, после той драки, здесь были сотрудники полиции. Ну, в деле этого нет? Конечно. Потому что им дали денег, чтобы они не регистрировали это происшествие. Откуда ты это знаешь? Можно счет? Скажи, ты специально попросил вести опрос, чтобы скрыть это? Ну, Даня, а почему? Просто меня тут не было еще тогда. Но были твои коллеги по боевому братству. Ты знал о взятке? Нет. Конечно, нет. Это мой дядя Николай Анатольевич. Это моя подруга Алина. Алина Калашникова. Соболезненная насчет мамы. Спасибо. Все, мне пора. На работу. Пока. Пока. Присаживайтесь. Ну, и зачем вам понадобилась копия старого дела, Алиночка? Понимаете, меня тогда не было в городе. И я… Ну, копия старого дела-то вам зачем? Чтобы знать, как ее искали. Я хотела к вашему следователю обратиться, но мне сказали, он в Москву уехал. Да, уехал. Тот еще карьерист. Ну, не переживайте, искал-то вам как надо, как положено. Я в этом не сомневаюсь. Я просто хочу знать, как было на самом деле. Все хотят знать, как было на самом деле. Я… Я отблагодарю. Так мы уже вроде как договорились. Тихо-тихо. Не при всех же. Вот. Вот. И, пожалуйста, обо мне никому ни слова, хорошо? Конечно. Спасибо вам большое. А, до свидания. До свидания. Привет. Я отобрала несколько дел о пропавших девушках. Их нужно перепроверить более тщательно. Есть проверить. В ту ночь он был в ресторане до утра. Не помню, что он так надолго задерживался на работе. Извини. Я действительно думал, что мама нас бросила. Я… У меня это просто шок. В тот вечер, когда она пропала, ты был в Эндоре? Что это у тебя? Копия дела. Откуда оно? Зачем? Что ты делал в ресторане ночью? Что там случилось? Твой одноклассник Рома Жилин затеял драку. Посетители вызвали полицию. Грозились обратиться в суд. Пришлось просто решать эту проблему. Рома Жилин? Так это из-за него все это началось? Он тоже там был? Слился, гаденыш. Как только полицейские приехали. Слился. 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 Просто, когда мы учились в школе, мы с ним… Ну… Встречались? Нет, наоборот. Он меня преследовал, я его отшивала. Потом у нас была вечеринка в школе. В общем, я там впервые попробовала алкоголь. Ну и травку. В общем, он пытался меня изнасиловать. Что? Что? Да ничего, я вырвалась и убежала. Почему ты мне ничего не сказала об этом? Из-за травки. Я побоялась, что… Да ты был на своей рыбалке, как всегда. Я маме рассказала. Мама пошла к его отцу. Он у нас тут заместитель мэра. Отец Роми запретил вообще ко мне приближаться. Они там как-то с мамой договорились, что все будут молчать. Я себе не прошла тест на наркотики, у меня были бы проблемы. Мразь. Мерзавец. Да черт с ним. Просто что, если это он убил маму? Ну, чтоб отомстить ей. Остальные жертвы? Не знаю. Может, ему понравилось убивать. Помнишь, как он о ней сказал? Когда мы его встретили. Помню, но если бы это он убил… Не стал бы кричать на всю его… Он был пьяный. О, Пашкет. Как делишки? Паш, ты чего смурной-то такой? Пять лет назад в Эндере была драка. Помните? Что это мы должны помнить драку, которая была пять лет назад? Туда приехали патрульные, потом несколько человек из нашего управления. Патрульных отпустили, а драку замяли. Что-то, Пашка, я вообще не одупляю о чем-то. Но вы же там вместе были. Вместе? В ком еще вместе? В ресторане Эндер. Пять лет назад. Вы получили взятку, чтобы не возбуждать дело о драке. Это… Это кто тебе такое сказал? Паш, ты не выспался? Может, тебе сон какой дурной приснился? Или барышня твоя областная тебе мозги пудрит? Ты, Паш, лучше делом займись. Своим делом. У тебя вон убийца по городу разгуливает. Ты сидишь, прохлаждаешься. Да он, по-моему, не работал никогда. Жилин, такой Жилин. Всю жизнь живет на папиной деньги. Торчит, бухает, девок постоянно меняет. Папа ему дом купил, машину. Чего ему еще надо? А где он живет? На Беляева, кажется. Номер дома не знаю, но он такой большой. Самый модный там. А ты что, пойдешь к нему? Я? Да мне зачем? Нет. Смотри, а ты жених тебя за такой поголовки не погладит. А женихов лучше не злить. Да. Мне уже, кажется, Денис сам не рад. Приехал, ну смотри, называется. И город какой-то стрёмный, и семейка с проблемами. Ну, брось. Он же тебя любит. Ой, Даша, любит, не любит. Таких, как я, полно. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Э, ты не знаешь, где Алина? А что ты меня спрашиваешь? Это же твоя девушка. Да она просто днем ушла, на звонки не отвечает. Не знаю я, где твоя Алина. Ладно, пойду прогуляюсь, поищу ее. Я тоже ухожу. Пабло, мы там после работы в Эндр собираемся-то с нами? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Молодой человек, а вы откуда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сержант Гладких, далековато вы невесту ищете. Что, в Москве никого не осталось? Так невеста местная из Погорска. К отцу вот приехали ее погостить. Ушла на звонки, не отвечает, волнуюсь. Решил прогуляться. У вас же тут маньяки вроде. Вроде. Так что же вы невесту-то одну в город к маньякам отпустили? Так сама ушла. А документики у вас есть? А причину проверки не обязаны назвать? Ну, допустим, ориентировка есть. Такая причина жители Москвы устроят? Документов с собой нет. А вот это плохо. Сами знаете, какая у нас обстановка? Убийцу ищем. Так я же не местный. Так и убийца не местный. У нас таких психов отродясь не было. Я живу тут недалеко. Можем доехать, документы покажу. Присаживайтесь. Сдавать своих подло, как ни крути. Она пашенцей, циничная стерва. И ходит по головам. И по твоей башке тоже пройдет, как пить дать. Просто делай свою работу. Просто ей мужик нужен. А Пашке баба. И такая, чтобы не сводила, как бывшая. Вцепилась в горло мертвой хваткой. И притушила. Так, ладно, я пойду кофе себе возьму. Можно мне двойной эспресс? Да, конечно. Это ты мне договор подсудил? Ты что, решил мне ресторан отжать? Вот тебе, а не ресторан. Никто у тебя ничего отчимать не собирается. Будешь получать прибыль так же, как и раньше. Костя, не держи меня за идиота. Я надеюсь, ты меня вам слышал. Все, мы закрыли эту тему. Я надеюсь. Ну, а вот и она. Все нормально. А что случилось? Просто проверка документов. А вы его невеста? Да. Не стоит в Погорске одной гулять. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Где ты была? Следила. За домом Романа. Только я его там не дождалась. А тебе не кажется, что, во-первых, это глупо, а во-вторых, опасно? Если это опасно, это точно не глупо. Я не понимаю, что ты хочешь добиться этой слежкой? А папы нет? Не знаю, был дома, когда я уходил. Папа, а ты не знаешь, как найти тетю Эллу? Кого? Тетю Эллу. Мамина подруга Сергиева Посада. А-а-а. Ту стерву сплетниться. А зачем она тебе понадобилась? Незачем. Алина! Это ты поменяла местами фотографии? Какие фотографии? Вот эти. Раньше эта фотография стояла здесь, а теперь наоборот. Пап, я не знаю. Не надо под видом помощи наводить свой порядок. Убирайте за собой, за псиной своей убирайтесь. Вон в шкафу всю посуду переставили. Не лезьте, куда вас не просят. Давайте. А-а-а! Найда! Найда, где ты, глупая собака? Ко мне! Найда! Найда! Дядя! Дядь! Что происходит? Куда это они? К старому мосту. Под ним нашли Романа Жилина. Труп? Нет, жив. Говорит, его кто-то скинул. Но он сын заммэра, поэтому все суетятся. Ясно. Поехали. Ну и кто на тебя напал? Как? Я же сказал, со спины не видел ничего. Ты что, пьяный что ли до сих пор? Что тебе ночью там понадобилось-то? А я гуляю, где хочу. Цветочки собирал. Ой, все. Увозите его. Ну а вы-то что делаете? Где Роман Жилин? Увезли в больницу. Он что-нибудь видел? Кто на него напал? Да никто на него не нападал. Он сам свалился, пьяный, обдолбанный. Всю ночь до утра провалялся, так и не протрезвил. Свидетелей нет. А что он тут делал? Паша, а то ты не знаешь. Он закладки искал. Любимое место для кладмэнов. Вам-то он на кой черт? Он может быть связан с нашим расследованием. Интересно, каким это образом? В ночь, когда пропала Елена Калашникова, он устроил драку в ресторане ее мужа Эдуарда. А недавно он подрался с женихом Алины Калашниковой. Дочери Елены. Ага. И девок тоже он всех убил, да? Куда увезли Жилина? Слушайте, это мое дело, а вы своим займитесь. Так вы же своим не занимаетесь. Даже не рассматриваете версию, что его могли столкнуть. Да никто его никуда не сталкивал. Он сам свалился. Не надо ничего придумывать. Куда увезли Жилина? Мне надо с ним поговорить. Ладно, мне что, жалко что ли? В больнице номер три допрашивайте, сколько влезет. Только пусть протрезвеет сначала. А потом свою работу делайте. Множественные осколочные переломы. Придется делать операцию. А бейсбола побольше дайте. Наркотики употребляете? Нет. Ну, не особо. По возможности. Нам надо задать ему пару вопросов. Вы понимаете, что ему сейчас необходимо? Сейчас необходимо нам. Так, я уже говорил. Короче, не видел я, кто на меня напал. Но знаю точно, это было нападение. Пять лет назад ты устроил драку в ресторане «Эндер». Помнишь? Нет, не помню. В любом случае, я все с владельцем порешал. Я дал ему бабок на мебель, на ментов. При чем здесь это? В чем проблема? У тебя какие-то проблемы с семьей Калашниковых? Нет. Что насчет драки три дня назад с Денисом Мезенцевым? С кем? А, это этот московский. С жених Алинки. Да ничего, драки-то как таковой не было. Пару лещей ему дал и все. Что ты делал у старого моста? Не ваше дело. Закладку наркотиков искал? Так, без адвоката я говорить не буду. Так, значит, вчера вечером около девяти вы вышли из дома и вас сразу остановили патрульной? Не, не сразу. Я прошел пару кварталов и там остановили. У меня просто документов с собой не было. Вот они привезли сюда, проверили. Как раз Алина пришла. Все, мы весь вечер дома провели. И Романа Жилина вы не видели? Нет, не видел. Вы знаете, мы, конечно, с ним повздорили, но я даже заявление не стал подавать. Потому что мы остались тем более, не стал бы скидывать. Все в порядке? Да, простая формальность. А у вас как дела? Все в порядке? Да, спасибо вам. Все, до свидания. До свидания. Алина, это сейчас дома? Да, у себя в кабинете. А вы не закончили разве? Да, я вещи кое-какие забыла. Что? Даже не ты его с моста скинула. Ты с ума сошел? Я просто... Денис! Просто спросил. Я же тебе говорила, я была у Даши. Потом я его ждала около его дома, но не заждалась. Просто полицейский сказал, что он пьяный был, а у тебя алиби нет. Денис, не зли меня, пожалуйста. Я и так вся на нервах. Не указывай, что мне делать. Ты что, совсем страх, что ли, потеряла, содержанка? Я ведь как дом тебе купил, так могу его и продать. Пап, что это было? Мы сами разберемся. Мы это кто? Ты Илюся? Да, я Илюся. Она что, твоя любовница? Не лезь не в свое дело. Хочешь знать правду? Да. Да, я и Илюся. Мы встречаемся два года. Есть ли еще вопросы? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алина, Алина, ну хорош. Ты считаешь это нормально? Ну, Алина, ну они взрослые люди, а? Ну что в этом плохого? Да все в этом плохое. Он о маме думал вообще. Слушай, он же сказал, что два года назад они начали встречаться. Никто никого не предал, не обманул. Он назвал ее содержанкой. Ну, это уже их отношения. Пускай сами там разбираются. Извини, конечно, но я не могу тебя поддержать в этом. Не знаю, может ты и прав, я просто никак не могу с этим смириться. Ладно, все, выдохнув, да? Пошли. Пошли, пошли, пошли. Фух. Надо бы чайку горячего выпить. Еще заболеть не хватало. Я схожу в душ. Таня, садись! Таня, ты чего тут? Ты знаешь, если мы промокнем и заболеем, то убийцу еще долго не поймаем. Так садись в машину, зачем вообще сюда приехал? Есть что сказать или просто делать нечего? Ты знаешь, для наружного наблюдения требуется разрешение начальства. Да, да. Мне шеф сказал, чтоб я ему докладывал о тебе. Ну, в смысле, о твоих нарушениях, ошибках. Видать, ты его сильно достала. Послушай, я могу привезти зонт, если это поможет расследованию. Или тебе. Ну, хватит, мукнусь. Садись в машину уже. Я не брал взяток и никого не покрывал. Не хочу, чтоб ты обо мне плохо думала. Верю. Я иногда тоже перегибаю палку. Бирайся из моего дома. Не хочу тебя видеть. Не хочу. Бирайся. Да. Извини, ты с кем-то разговаривал? Ни с кем. Тебе показалось. Слушай, я не хочу показаться навязчивым. Давай ближе к делу. Да. Мы с Алиной решили чаю попить. Хочу, чтоб ты присоединился. Новые вопросы ко мне появились. Э. Алине сейчас тоже нелегко. Ты же понимаешь. Я просто хочу, чтобы вы все перевели дух, наладили отношения. Посидим, чай побьем. По-семейному. Только без алкоголя, пожалуйста. А можно я буду говорить ничего не значащие фразы? Вот так. Разрядить обстановку. Никто не против? Болтай. Нас в детдоме по такой погоде всегда заливало. Крыша дырявая была. Вокруг кровати везде тазики ставили. Грохот такой стоял. Снуть невозможно. Я вот все время лежал и думал. Вот выросла, начну крышу чинить. Вот. Надо было в психиатры идти. Точно. Можно лично вопрос? Ты была замужем? Однажды вот в такой же дождь я вернулась домой, а муж в постели с любовницей. О как! Прости, не хотела. Выставила их обоих, в чем мать родила, на улицу. Потом муж на меня заяву накатал начальству. Давно? Да лет семь уже. Вот после этого я в убойный перевелась. А там взятки берут, не стесняясь, на глазах у всех. Уж поверь. Ну, и все, конечно. Парочку. Полгода назад я не выдержала. Подала рапорт в службу собственной безопасности. Следили за ними, месяц назад взялись по личному. Я помогла их взять. Такая война началась в отделе. Вот сюда меня и сослали. Поэтому ты никому не доверяешь. Хотела бы доверять, да поводов маловато. Тань, а здесь-то мы чего делаем? не знаю. Я сюда следить за ними приехала. От отчаяния, что ли. Понятно. Ну ладно, поехали. Отвезу тебя в гостиницу. Поехали. Редактор субтитров КОНЕЦ Доброе утро. Как спалось? Доброе. Спала как убитая. Слушай, ты ночью ничего не слышал? Ничего. А что? Кажется, отец ночью куда-то ходил. В дождь? Кофтка мокрая. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, я слушаю. Что? Ночью? Ты где? Можешь за мной заехать? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok